Задам вопрос, недавно смотрела с вами беседа про Ислам, мужчина, и вы сказали, что гражданская война у нас все-таки в России, она будет. То есть вы считаете, события на Украине, которые сейчас происходят, они никак не повлияли на сознание населения Российской Федерации, урок не усвоен? Это репетиция того, что должно быть у нас, то, что происходит на Украине, это репетиция того, чего хотят устроить у нас. Задача перед, так сказать, объединенным западом стоит, примитивная. У нас есть ресурсы, ресурсы эти надо забрать, потому что мы уже на краю стоим, когда там закончится вода пресная и всякое такое. Вообще, это как гражданка Олбрэй говорил, что несправедливо, что там 8% распоряжается такими огромными ресурсами. Вот. Именно для этого, ну, там, извините, конечно, я там никаких открытий не делаю. Вся эта вот антисоветская возня, она имеет задачу ровно одну, что ваша советская власть, пришедшая в сопредельные страны, республики, в Прибалтику, в Среднюю Азию, на Кавказ, ваша советская власть, вот эти вот коммунисты проклятые, они принесли только горе, смерть, убийство и массовые репрессии. Вы спросите кого угодно на улице, что было в Советском Союзе, вам сразу начнут рассказывать, что там 160 миллионов убили. Почему их стало больше, я, понимать, отказываюсь. Я вот, когда в армии служил, я в 61-м году родился, а служить отправился в 80-м. У нас все время, то есть вот в то время у нас вместо там списочного состава 120 человек в роде, нас было максимум там 60-70. Потому что мы были дети тех, кто должен был родиться там в 41-м, 42-м. Они не родились, и из-за того, что война, из-за этого получилась демографическая яма. Это на всех этих самых графиках видно. Где демографическая, ну, в войне 27 миллионов погибло, да. Где демографическая яма по поводу убийства 160 миллионов, лично я найти не могу, ее нет нигде. Вот, рассказы про то, что там какие-то сотни миллионов уничтожили, это неправда. Вот, к вопросу про переселенные народы, все переселенные народы вернулись домой в сугубо возросшем составе. Ну, вот у меня, например, родственники корейцы, да, это к вопросу про их самых первых переселили еще в 37-м году. Переселили, потому что всех обвинили в шпионаже, ну, всех, в кавычках их, естественно, но переселяли всех. В ройку шпионажу в пользу Японии. Правда это, неправда там, естественно, там куча шпионов была, никаких сомнений в этом нет. Но вовсе не весь народ. Но, насколько задачи тогда решались просто и быстро, всех посадили в теплушки, как это теперь принято говорить, как скот. Я почему-то в 80-м и 82-м году на службе вооруженных силах тоже ездил как скот в теплушках, потому что солдат возят в теплушках, а не в спальных вагонах почему-то. Посадили в теплушки и увезли. Каждому там на семью, по-моему, выдали 500 килограмм. Можешь взять с собой, а что там брать? Одежда у всех была одна, это не сейчас там гигантский гардероб, но и увезли всех в Среднюю Азию. Высадили, где росли камыши, а в камышах сидели тигры еще тогда, в 37-м году. А колхозы у них, все колхозы корейские в Узбекистане, они были все колхозы-миллионеры, потому что корейцы крайне трудолюбивые и, в общем-то, все жили очень и очень зажиточно. Но назывались странно. Например, колхоз в Узбекистане, который называется «Полярная звезда», вызывал у меня недоумение. Где там «Полярная звезда» и почему? Оказалось, что это были рыболовецкие совхозы на Дальнем Востоке, там Сахалин и Дальний Восток. И, соответственно, когда люди уехали в Среднюю Азию, уже были депортированы, то руководство совхозов продало государству рыболовецкие траулеры, заводы по разделке, причалы и прочее, и прочее. Ну, то есть в СССР это было перекладывание денег из одного кармана в другой, по большому счету. Но, когда они приехали в Узбекистан, они на эти деньги купили трактора, комбайны, опять-таки, у государства. И никто не жужжал, все начали жить на новом месте, тигров выжили, нажили дикое количество денег, все люди были состоятельные, я, опять-таки, углубляясь, когда в 1984-м я туда попал, в Среднюю Азию, я в 10-м классе в школе засчитал, сколько мне надо денег для того, чтобы я зажил хорошо. Я именно считал, что мне надо за всю мою жизнь 130 тысяч рублей, это чудовищные деньги в СССР были. Дальше я поделил, если я вот сразу после армии начну зарабатывать по 300 рублей в месяц, что было очень много, оказалось, что до конца жизни, не пенсии, я никогда не заработаю 130 тысяч рублей. И я не смогу купить себе домик, жигули и магнитофон Ростов за тысячу рублей. Я запереживал, как же так, что-то жизнь не той стороны поворачивается, и поехал к родственникам в Среднюю Азию. Если родственник приехал, то выяснил, что родственники, например, сажают лук и за год зарабатывают 160 тысяч рублей. Это в этом проклятом СССР, в тюрьме народов, национальные меньшинства вот так вот плохо жили. Ну, да, вот, как-то у них вот так вот получалось. И все эти депортации, они, в общем-то, несколько не о том, на самом деле. Плохо получилось, плохо, конечно. Но если там, например, десятками тысяч народ переходил на службу к нацистам, то по окончании войны и за государственную измену все мужское население надо было расстрелять. Правильно ли это? Ну, с точки зрения отдельных граждан, наверное, правильно, но вменяемые люди так не поступают. Да, ты там совершил проступок, да, безобразный, в общем-то. Но обращаю внимание, что даже эсэсовцев выпустили, ну, так и этих, ну, депортировали, ну, переселили. Там вокруг меня, я жил под городом Фергана в Тифлоке, вот у меня там были дурганы из крымских татар, абсолютно все вменяемые, все жили там богато, поскольку, опять-таки, это диаспора, которая, ну, серьезно своих подтягивает, все жили богато. Сейчас вот они все бросили в этой самой Средней Азии, продали дома за три копейки и уехали в Крыму. И теперь живут вокруг Симферополя, в степях, без электричества, без воды, без ничего. Задаешь вопрос, там, сервер, ты зачем туда уехал, кто же знал? Ну, привет, ну, молодцы. Про это тоже говорить не принято. Вот то, что депортировали, было плохо. Ну, да, плохо. Ну, так и вы себя нехорошо вывели, как-то так. Спасибо.